Здравствуйте! Я Ксения Балденкова, в эфире программа «Актуальная тема». Совсем скоро во всех учебных заведениях начинается жаркая пора. Подача документов для поступления. Безусловно, многие определились, куда пойдут учиться. Сегодня престиж рабочей профессии набирает обороты. Полевской может похвастаться хорошей подготовкой производственных кадров. Ведь есть многопрофильный техникум имени Виктора Ивановича Назарова. Он успешно работает на нашей территории в тесном сотрудничестве с Северским трубным заводом. И я с удовольствием представляю директора многопрофильного техникума Павла Колобкова. Он гость нашей студии. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Добрый день, здравствуйте. Как пережили вообще прошедший год? Дистант, было все. Сегодня работает многопрофильный техникум в обычном режиме? Да, действительно, 20-й год показал себя со всей стороны. Нам пришлось перестроиться, потому что пандемия внесла свои корректировки. Нам пришлось перейти на цифровую платформу для того, чтобы продолжить образовательный процесс. Потому что наша основная задача – это выполнение федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. То есть мы должны его выполнить как в количественном, так и в качественном отношении. Безусловно, были сложности, но тем не менее я очень благодарен своим коллегам, педагогическому коллективу, что мы смогли преодолеть эти трудности. Я считаю, что преодоление трудностей мы начинаем расти над собой. То есть мы увидели некие свои слабые стороны, то есть мы провели корректировку этих сторон. Ну и я думаю, что мы успешно справились и преодолели эти трудности. И вот сейчас мы вышли с 8 февраля 2021 года в режим оффлайн-обучения. То есть мы вернулись в нормальный режим, потому что на самом деле мы видим о том, что нам здесь не хватает реального общения с нашими обучающимися. Вот расстояние, конечно, оно ставит определенные преграды. Вот мы вернулись и сейчас, я думаю, что ситуация, она выправляется. Мы работаем в реальном режиме. Вот я считаю, что самый оптимальный этот режим, он должен остаться. Потому что режим все-таки онлайн, он должен преобладать тоже в образовательном процессе. Но для тех обучающихся, которые у нас уезжают на какие-то сборы, кто-то часто болеет. Безусловно, это сегодня большое подспорье. Тем более сегодня ряд платформ, которые сегодня они имеют место быть, мы их используем. Это действительно хорошо. Ну, на дворе апрель, а это значит, буквально несколько недель отделяет вас и нас от приемной кампании. Сколько в этом году планируете принять новых студентов? В этом году по приказу Министерства образования и молодежной политики у нас выделено 225 бюджетных мест. Сегодня готовы принять именно на бюджетной основе 225 человек. И также мы говорим, что мы сегодня готовы принять еще и обучающих, кто не сможет попасть к нам на бюджетные места. То есть принять с полным возмещением затрат. То есть это есть еще и внебюджетные места у нас сегодня. Мы говорим о тех направлениях, которые сегодня актуальны как для нашего основного социального партнера градообразующего предприятия «Северский труднозавод», так и в целом по региону. Мы смотрим, что актуальные направления – это техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования по отраслям, это сварочное производство, которое сегодня мы готовы реализовать как на бюджетной основе, так и на внебюджетной основе. Что полностью бюджетные? Какие направления? Мы сегодня говорим о девяти направлениях, о девяти профессиях и их специальностях, которых мы сегодня формируем. Это электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор трубного производства, контролер металлургического производства, наладчик станков и оборудования механообработки, техническая эксплуатация обслуживания электрического и электромеханического оборудования, техническая эксплуатация гидролюбических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, сварочное производство, техническая эксплуатация подъема транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и строительство и эксплуатация зданий и сооружений. То есть 9 направлений, которые мы полностью на бюджетной основе готовы сегодня сформировать. Это как раз 225 человек. А если человек, что называется, не успел, не хватило мест на бюджетную основу, сколько стоит обучение в техникуме? Сегодня мы, по крайней мере, оставили стоимость обучения, не увеличились. То есть все, что касается направлений технического, то есть это стоимость обучения 50 тысяч рублей в год. То есть мы пока цифру держим, понимаем, что у нас сегодня цены растут на все, но тем не менее мы понимаем, что лучше оставить пока на прежнем уровне, то есть 50 тысяч рублей в год. Сколько всего сегодня студентов в многопрофильном техникуме? Сегодня на 22 апреля у нас сегодня обучается 846 студентов. Из них 801 человек у нас обучается на бюджетной основе, 40, получается, человек, по-моему, обучается на небюджетной. И у нас еще есть 6 человек, которые, ребятки, это с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на профессиональном обучении. Сколько сегодня площадок у техникума? Сегодня у нас два учебных корпуса. Это Фершинина, 37, Ленина, 16. Это центр профессионального образования, который находится на территории Северского трубного завода. То есть это основные площадки, где проводится образовательный процесс как теоретического направления, так и проведение лабораторно-практических работ. Вот возраст студентов, это вот только, что называется, выпускники 9-11 классов к вам приходят? Или же учиться никогда не поздно, можно обратиться к вам и в 30, и в 40, если ты вдруг решил получить рабочую специальность? Сегодня у нас ни одним нормативным документом не предусмотрено возрастной ценз. То есть к нам сегодня могут прийти любая категория людей, как 9-11 классники, так и люди, которые могут получить и переподготовку, и повышение квалификации. И даже к нам приходят взрослые люди, у которых есть высшее профессиональное образование, но не профильное, то есть и получают среднее профессиональное образование. То есть мы сегодня готовы принять любого, скажем так, желающего и дать ему качественное образование. Ну, мы знаем, что вы времени зря не теряли, пока был дистант. Вы в корпусе на Вершинино открыли сварочное производство, мастерскую. Да. Это изменило, скажем так, подход к образовательному процессу и привлекло новых студентов? На самом деле, это довольно хлопотное дело поучаствовать в грантовых конкурсах. То есть это был грантовый конкурс, вопрос стоял серьезный. В этом конкурсе участвуют все образовательные организации Свердловской области, как подведомственное министерство образования, так и неподведомственное министерство образования. Мы командой поработали и выиграли грант в размере 5,5 миллионов рублей на оборудование новой сварочной мастерской. Сегодня эта мастерская используется в полном объеме, так как там стоит современное оборудование, которое сегодня, скажем так, используется даже на чемпионатах WorldSkills. То есть сегодня все виды сварки, которые существуют, то есть они сегодня имеют место быть. Наши сегодня педагоги профессионалы в этом деле. То есть мы готовы обучить, дать качественные знания по сварочному производству. То есть мы касаемся данной мастерской для всех желающих, это, безусловно, в первую очередь для студентов. И также мы готовы сегодня предоставить возможность для подготовки к хай-теку, для участия в WorldSkills и получения, повышения квалификации при переподготовке на данном оборудовании. Но еще что хочу сказать. В этом году мы тоже не сидели просто так. В этом году мы снова начали участвовать в грантовом конкурсе. Буквально вчера пришел приказ Министерства образования и молодежной политики, где нам выделяют 6 миллионов 200 тысяч. На модернизацию новой мастерской по направлению, по компетенции электромонтаж. Поздравляем вас. Спасибо. Это значит новые перспективы и возможности для студентов. Совершенно верно. Для полевчан, для молодых ребят, которые будут работать на современном уже производстве. Возможно, Северского трубного завода. И быть готовы они будут к самым последним новшествам. Ну да. Но основная задача сегодня, которая стоит перед каждой образовательной организацией, что наш студент после окончания среднего профессионального образования должен быть не только востребован в Свердловской области, Российской Федерации, но он должен быть востребован вообще во всем мире. Почему это принято было движение Лос-Крис, в котором мы тоже постоянно участвуем, совершенствуем свои навыки. Есть победы. Есть, безусловно, у нас победы. Мы не останавливаемся на достигнутых. Хотя они большие, но они есть. Мы ставим задачу, чтобы у нас этих побед было больше, потому что это определенный престиж образовательной организации. И это мотивация для следующих курсов, для молодых ребят, которые бы видели, как приятно сегодня, придя в замечательную лабораторию, в замечательную мастерскую, где стоит самое современное оборудование и действительно работать на нем. Потому что сегодня, если мы возьмем, окунемся буквально лет 10-15 назад, сегодня такого не было. То есть сегодня нам государство дает возможность участвовать в грантовом конкурсе. Опять же, хочу выразить слава и благодарность управляющему директору Михаилу Васильевичу Зуеву, который всегда нас поддерживает в этом. Потому что вопрос о финансировании. То есть там нужны деньги как бюджетные, так и, соответственно, социальных партнерах и свои деньги, где он всегда нам помогает, всегда дает возможность нам участвовать. И вот огромное ему спасибо. Ну вот в рамках этого сотрудничества с градообразующим предприятием, и выше вы уже об этом говорили, студенты проходят и практику, и какие-то лекции на территории Центра профессионального образования, который находится на территории Северского трубного завода. Что проходит здесь? Лекции, практика, какие-то обучающие мастер-классы? Ну, сегодня вообще Центр профессионального образования, он был именно создан с таким направлением, чтобы все, что касается именно практического направления, то есть это учебная практика, это лабораторно-практические работы, проходили именно в Центре профессионального образования на самом современном оборудовании. Почему? Потому что аналоги оборудования, вот сегодня мы говорим о, скажем так, лаборатории гидравликов, лаборатории электромеханической, то есть то же самое оборудование сегодня находится в современных цехах Северского трубного завода. То есть нашим обучающим достаточно пройти часть лабораторных работ, пройти учебную практику, то есть он уже будет видеть то, когда он выйдет на само производство. То есть ему будет проще адаптироваться, да, и уже начать уже хорошую работу, правильную работу. То есть вот именно задача стояла именно в этом. Вы отслеживаете дальнейший путь своих выпускников? Кто-то уезжает, кто-то продолжает образование, а кто-то идет и трудоустраивается на образующее предприятие, там, где проходил практику? – Безусловно, мы смотрим и отслеживаем в ежегодном формате судьбу наших студентов, выпускников наших. Нам очень нравится о том, что ребята все-таки не гонятся там за какими-то баснословными цифрами, да, они остаются на территории нашего города, идут работать на наш любимый Северский трубный завод, потому что, наверное, это основная задача любого руководителя, чтобы оставались кадры у себя дома, чтобы они приносили пользу, именно гордились этим. Но, тем не менее, все равно мы видим, что есть небольшой отток студентов, которые пытаются уехать куда-то, но, поработав где-то на стороне, всегда, ну, часть студентов, безусловно, возвращается и идут в стены завода, потому что здесь стабильность, здесь перспектива, здесь идет модернизация производства, то есть завод не стоит на месте, то есть и дети идут сюда. Еще одна из форм сотрудничества вас и Северского трубного завода – это участие студентов в научно-практической конференции. Сколько раз снимали, показывали, всегда есть ваши? Студенты есть всегда, потому что мы говорим среднепрофессиональное образование, то есть аспект научной деятельности, его никуда мы не уберем, то есть наука должна преобладать в том числе, и наши студенты, я думаю, что они с охоткой участвуют именно в молодежно-научно-практической конференции, потому что им действительно приятно видеть, то есть ты стоишь на уровне сотрудника завода, который достиг каких-то уже высот, и то есть на вот этом уровне они пытаются защитить свои проекты, показать, правда, может быть, они не совсем, скажем так, эти проекты масштабны, как сегодня это на заводе, но тем не менее попытка продемонстрировать себя, показать себя, и это опять же плюс будет при трудоустройстве на градообразующие предприятия. Не могу вас не спросить о судьбе кафе «Ласточка». Когда-то это была третья площадка вашего многопрофильного техникума, там проходили практику будущие повара, как сегодня обстоят дела? Ну, сегодня данный объект не используется в целях образования, почему? Потому что с 2017 года изменился федеральный государственный образовательный стандарт именно по профессии повар-кондитер, срок обучения увеличился, и мы должны были получить новую лицензию. Но экономически просчитав данную ситуацию, это порядка 5,5 миллионов рублей для модернизации всего, то есть это довольно дорогостоящее направление. Я понимаю, что оно актуально сегодня, но мы делаем все-таки определенные приоритеты. Сегодня основной заказчик наш – это градообразующие предприятия. Сегодня мы именно готовим и будем готовить именно для предприятия города, для основного, именно те специальности, профессии, которые сегодня нужны. Данный объект, он будет сдан в аренду, и там уже судьба будет в таком формате. А если так же как-нибудь в грантовый конкурс? Сегодня есть определенная приоритетность, скажем так, с кем мы работаем, то есть и выделение, и участие в грантовых конкурсах – это именно направление сегодня с нашим социальным партнером, основным в Северский трубный завод. Ну и так, до какого числа можно подать вам документы или уже прием ведется, куда подойти, как можно позвонить к вам и получить дополнительную консультацию? У нас приемная компания начала работать еще с декабря 2020 года, то есть мы до 1 июня 2021 года оказываем консультативные услуги, то есть идет очень много звонков, спрашивают, какие профессии, какие специальности, какой перечень документов. У нас сегодня, чтобы было понятие для всех жителей города и области, что у нас есть сайт образовательной организации, есть вкладка абитуриентам, где весь перечень документов и профессий и специальности, он там имеет место быть. И, соответственно, основные документы – правила приема. То есть с 1 июня 2021 года начинается подача документов. У нас сегодня два основных документа, которые мы требуем от абитуриента, это аттестат об окончании 9 класса и справка о состоянии здоровья, потому что весь перечень профессий и специальностей находится в постановлении правительства Российской Федерации, где должны проходить медицинское освидетельствование. И до 15 августа идет подача документов. Начиная уже с 16-18 августа будут выходить первые приказы о зачислении. То есть если у нас получится так, что, ну, конечно, мало верится, что у нас останутся бюджетные места после 15-го числа. Но, тем не менее, то есть до 25 ноября 2021 года, если есть бюджетные места, мы готовы принимать документы и зачислять на бюджетные места. Соответственно, если бюджетных мест нет, то есть мы будем рассматривать внебюджетные места, о которых я говорил, ну, вот с полным возмещением затрат. Какие нововведения у нас происходят? То есть с 1 июня 2021 года у нас можно будет подать документы в трех направлениях. Первое направление – это прийти нарочно и принести документы в приемную комиссию. Это кабинет 215, который находится по адресу Ленина, 16. Второй момент – мы можем подать с помощью Почты России документы, прислать. И третий аспект, который сегодня нововведение – это подать через электронный канал связи. То есть мы сейчас заняты закупкой нового оборудования. Который будет защищать все персональные данные, потому что любые фамилии, имущества и так далее – это является персональные данные. То есть мы должны их защитить. И то есть абитуриент может будет подать, это будет размещено отдельно, с указанием алгоритма действий, как можно будет подать документ в электронном виде. Большое спасибо вам за беседу. Я надеюсь, что все бюджетные места будут заполнены. Каждый выпускник 9 или 11 класса найдет свое место в учебном заведении, в вашем или будь то другом. Главное, чтобы он был правильно профориентирован и нашел свой путь в этой жизни. Спасибо вам. Это была программа «Актуальная тема». Смотрите нас еженедельно в эфире телекомпании «Одиннадцатый канал» и оставайтесь в курсе новостей из жизни Полевского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова